История техники огнеборцев Пожарная сигнализация Фактически обязанность поднимать тревогу при виде неконтролируемого огня впервые в Миниле традиционной дневной и ночной стражи. Когда конкретно это произошло, никто точно не скажет. Но в Древней Греции и Римской империи меняющиеся каждые три часа стражники были обучены сигналам тревоги при обнаружении пожара. Гораздо позже в Дрездене стража за один час восемь раз обходила зону ответственности в городе, что было достаточно эффективным методом пожарного надзора. Типичным средством оповещения о пожаре в городе стал колокол, который не только поднимал тревогу, но и позволял передавать информацию о месте возгорания. Особым колокольным кодом можно было передать пожарной команде место расположения пожара, а также его интенсивность – пожарный горн в Венском музее. Также в команде стражников со временем появился гарнист, рожком извещающий окрестности опасности. Шли века, города становились все выше и выше, и даже наблюдения с простых возвышенностей стали неэффективны. Очередным этапом эволюции системы оповещения о пожаре стали колончи, с которых днем место возгорания указывалось флагом, а ночью – фонарем. Городам, построенным из дерева, такие меры предупреждения были особенно актуальны. Вот, что указывал царь Алексей Михайлович в 1668 году в своей грамоте относительно порядка подачи пожарного сигнала в Москве – «будет загориться в Кремле городе, в каком месте-нибудь, и в той упору бить во все три набата в оба края по скору. А будет загориться в Китае, в котором месте-нибудь, и в той упору оба же края полегче». С проблемами ориентирования пожарных бригад на горящие дома в городах впервые столкнулись в Европе сказывались большие площади столиц. В Риге, к примеру, о пожарах оповещали одновременным колокольным звоном сразу с четырех церквей. Причем, направления на пожар обозначали условным числом ударов. Овенские наблюдатели использовали для точности в качестве ориентиров кресты на башнях. Кроме того, в европейских столицах стали использовать оптику для визуального контроля городской территории. Сначала это были классические подзорные трубы, позже их заменили топоскопами, которые позволяли определять пожар даже в предместьях города – топоскоп пожарного из Венского музея пожарной охраны. Но с высокой колончи еще надо было оперативно доставить информацию пожарной команде о характере пожара и месте его появления. Для этой цели была изобретена пневматическая почта, аналог которой можно наблюдать в сети современных супермаркетов. По ним кассиры получают наличность. Появление такого способа коммуникации датируется 70-ми годами. Века и с тех пор он надолго стал стандартным оборудованием пожарных частей по всему свету. В маленьких городах получили распространение особые пожарные набатные колокола, которые изготавливали из амальгамы, сплавы ртути с различными металлами. Русские набаты, используемые, помимо прочего, для поднятия пожарной тревоги. Сила звука такого колокола объяснялась тем, что диаметр раструба превышал высоту. Но гораздо громче оповещал все окрестностей о пожаре специальный ревун, представляющий из себя железный цилиндр с поршнем, нагнетаемый воздух из которого под давлением попадал в рупор с пищалкой. Очевидцы упоминают, что слышно было такую сирену на удалении 7-8 километров. Если же возгорание в городе было серьезным и требовались усилия нескольких пожарных расчетов из разных частей города, то в ход шла система условных знаков. К примеру, красный флаг днем или красный фонарь ночью обозначал сбор всех частей в определенном заранее месте, а белый флаг или зеленый фонарь требовал подкрепления. В системе предупреждения о пожаре со временем стали появляться элементы автоматизации при Петре. На кораблях стали использовать огнепроводящий шнур с порохом. Насколько эта методика была эффективна и не усугубляла ли она последствия пожара, история умалчивает. В Англии середины 19 века, если верить российскому изданию «Отечественные записки», в жилых домах на длинный шнур вешали металлическую гирю. Шнур протягивали через комнаты и если он от огня перегорал, то гиря падала на миниатюрное взрывное устройство. Аналогичная техника применялась в промышленности, только в этом случае гиря падала на спусковой механизм пружинного завода набатного колокола. В русском исполнении подобной техники изобретатель Карл Дион смог достичь такой чувствительности, что система реагировала даже на горячий воздух. Такие игрушки стали постепенно вытесняться электрическими оповещателями, которые с 1840 года вошли в пользование в Америке и Германии. Фактически это были простейшие электрические звонки, замененные позже телеграфными аппаратами. В местах скопления людей в европейских столицах середины 19 века теперь можно было увидеть аппараты Морзе, по которым специально обученный человек информировал пожарную службу о возгорании. Еще больше упрощал процесс вызова берлинский извещатель, располагающийся на улицах столицы через каждые 100-160 метров. Любой прохожий мог в случае опасности крутануть пару раз рукоятку для подачи сигнала тревоги. В итоге, все новшества к началу 20 века снизили время прибытия лучших пожарных подразделений до 10 минут. Настоящим совершенством того времени стал телеграфный аппарат Гомовелико, выдающий во время тревоги на индикаторе места возгорания, а также фиксировал на ленте время и дату вызова. Примечательно, что система будила не только дежуривших пожарных, но и передавала тревожный звонок в квартиру брандмейстера. В России такая техника появилась только в 1905 году в литовской части Санкт-Петербурга. Но несмотря на все усилия, многие пожары успевали за время реагирования дружин огнеборцев распространиться на значительные площади. Дело было в том, что, когда наблюдатели снаружи фиксировали пожар, он уже охватывал большую часть внутренних помещений здания. Поэтому возникала необходимость оперативного информирования пожарных даже о простом повышении температуры в помещениях. Для этой цели отлично подходило замыкание, размыкание, цепи различных электрических систем за счет изменения объема жидкости, формы пружины и тому подобного. Вариант механической пожарной сигнализации из Англии. Середина XIX века. Одним из первых стал Гильборд, который предложил в 1884 году для этого некую жидкость, кипящую при 40 градусах. Ее заливали в металлическую емкость с расположенной в крышке контактной системой. Как только жидкость от огня закипала, пары давили на крышку и электрическая цепь замыкалась. А далее или просто громкий звонок, или сразу тревога на пожарный пост. Примечательно, что изобретатель жил и работал в Санкт-Петербурге. Аналогичный принцип работы был позаимствован немецкой фирмой Сименс-Гальский для массы своих пожарных извещателей. Патент на механическую пожарную сигнализацию на несколько шлейфов. США, 1886 год. Эволюционируя, пожарная сигнализация становилась все более изощренной в техническом исполнении. Появились дифференциальные системы, диагирующие на нарастание температуры в помещении. В России на подобные конструкции уже с конца 19 века стали выдавать привилегии в 1886 году М. Швамбаум и Г. Стокопольковский таким образом оформили свой электроавтоматический аппарат для подачи сигналов о пожаре. Во многих извещателях тех времен стали широко применяться легкоплавки и вставки, которые прерывали электрические контакты, а также металлические пластины, деформирующиеся под действием тепла. Дифференциальный извещатель фирмы Сименс, а общий вид – схема включения. Так, в 1899 году московский крестьянин Яков Казаков разработал автоматический пожарный контакт, который был изготовлен из материала, расширяющегося при нагревании. Но при всем этом в Санкт-Петербурге с середины 19 века подавляющей большинству всей пожарной сигнализации было импортного происхождения. В 1858 году усенных весов на Калашниковской набережной установили ручную сигнализацию немецкой «Сименс». А в 1905 году победителем конкурса на установку электрических извещателей в Санкт-Петербурге стала компания «Геймвелл». И только к 1907 году пожарная сигнализация появилась в Москве и Царском селе. Первенцем отечественного производства стал клапанный лучевой сигнализатор, который стали производить на заводе имени Казицкого в 1924 году. А в 1926 году появилась АО «Спринклер» от английский «Спринклер». Разбрызгиватель или оросительная головка – основоположник советской инженерной школы противопожарной автоматики. А в мировом масштабе следующей важной вехой истории пожарной техники стали автоматизированные системы тушения. Продолжение следует. По материалам издания «Абрамов В.А. Глуховенко и У.М. Сметанин В.Ф. История пожарной охраны». Продолжение следует.